Здравствуйте, дорогие подписчики! Вы на канале Респект Милослава. И у нас начало бархатного сезона в городе-курорте Анапа. Смотрите, кого мы нашли? Это наш рыженький. Вы помните нашего рыжего? Все подписчики спрашивали, куда делся ваш рыжий? А наш рыжий, наш рыжий уехал в Анапу. И посмотрите, вы его узнаете? Мы его сами не узнаем. Он прибавил за полгода целых пять килограммов. Это уже не рыжий, это уже два рыжего. Видите, как классно жить в Анапе. И не просто в Анапе, а в самом комфортабельном пансионате города-курорта Анапа – Кубань. Так что приезжайте, отдыхайте, прибавляйте в весе и наслаждайтесь солнышком и морской водичкой. Наш рыженький, посмотрите, какой я наел брюшко. Он очень любит рыбку, он ходит на море, его там рыбаки подкармливают. Он ходит в пансионат по ступенькам, в столовку. Его там тоже кормят всякими разными вкусняшками. И вообще его здесь очень-очень-очень любят. Нашего рыженького. Поэтому мы его не будем забирать домой. Мы будем к нему приезжать в гости. Вот такая интересная история. Так что приезжайте в город-курорт Анапу. К нашему рыженькому. Вот так можно его потискать. И это уже стал не просто рыжий, а достопримечательность города-курорта. Настоящий памятник кошачьему искусству. Посмотрите, какое чудо! Какое чудо! Да, мы в гостях у нашего рыжего. И непременно идём на наш любимый пляж. Пляж, высокий берег. Спускаемся по ступенькам. И нас встречает море. Морюшка. Тёплая, красивая. Самая прозрачная. Тёплая морюшка. Сегодня, посмотрите, 25 градусов. Просто необыкновенная температура воды. Самая комфортная. Плюс 28 температура. Это не море, это сказка. Парное молоко. Ещё его называют. Спускаемся по ступенькам. И видим, сколько людей на пляже. Бархатный сезон. Очень много отдыхающих. Все любят отдохнуть в самом тёплом море. Опа, она-па, кукурузовата. Опа, она-па, клёвая соседка. Опа, она-па, схожу я с трапа. Опа, она-па, маечка-барсетка. Да, да, да. Мы с вами в Анапе. Мы на самом лучшем пляже. И теперь пришла пора подкрепиться. С видом на море. Очень вкусный десерт. Сладкая, ароматная, необыкновенная дыня. Ой, как вкусно! А какой вид на море! А какой аромат! Самый вкусный обед на море. Угощаемся! Кому скибочку? Ой, вкусно как! Ещё раз. Угощайтесь! Да, да, да. Ставим классы! Дыня с видом на море. Пока мы кушали дыньку, нам принесли подкрепиться манты. Самые вкусные манты. С сыром, с мясом, свинина и говядина. Два вида. Сейчас будем дегустировать. Начинаем с сыром. Смотрите, как правильно надо кушать. Первое, самое правило. Одеваем перчаточки. После того, как надели перчатки, второе, основное правило. Берём правую руку, хвостик. Обязательно за хвостик. Левой рукой поддерживаем. Наклоняем на бок, чтобы сок, бульончик не вытекал. И откусываем. Ещё раз кусаем. Потом выпиваем сок, либо бульончик. Смотрите, какие вкусненькие. С сыром, садыгейским, солёненьким. Ой, похоже на кубанский вареник. Огромный кубанский вареник. После вкусного и питательного обеда самое время на прогулку. Давайте прогуляемся по осенней набережной. Уже самая середина сентября. 16 сентября. Вода тёплая. Воздух плюс 30 градусов. Хотя деревья и начинают желтеть, но в Анапе до осени ещё очень-очень далеко. С видом на море есть прекрасное место заняться спортом. Это тренажёрный зал под открытым небом. Давайте подкачаем свои ручки, ножки и другие части тела, чтобы мы смогли очень быстро плавать и долго ходить по набережной. И чтобы наши ручки и ножки совсем не устали. А рядом на набережной у нас, смотрите, морские обитатели. Да, вы не поверите, но это морской котик. Да, его зовут Чарли. Посмотрите, какой он пушистый, какая у него свежая шерстка, потому что он живёт в лесу. Это лесной массив на набережной. Смотрите, воздух свежий, чистый и совершенно не жарко. Здесь целый день прохлада. Многие могут укрываться от палящего солнца. После того, как покупался, сильно зажарился, надо идти в лесок и немножко отдохнуть, как это делает наш Чарлик. Да, продолжаем прогулочку по набережной. Смотрите, какое интересное кафе. Прям кораблик. Кораблик. Прям на берегу. Вот в таком интересном и вкусном заведении можно посидеть, покушать и насладиться морским воздухом. Очень красивый вид на море. Такое чувство, что ты на теплоходе. Прям на море, на морской водичке. Очень красиво. Прям на море, на море, на море, на море. Прям на море. В следующую дую governorsку. по курсу. Это крокодиловая ферма. Здесь у нас крокодилы, обезьяны, кошелоты, дельфины и другие млекопитающие. Да, питающие не только млеко. Смотрите, сейчас вы увидите, чем питаются крокодильцы, и гости курорта Анапа. Вот таких прибрежных морских лавок очень много на побережье. Можно купить всё, что угодно, начиная от тапочек, кошечек, собачек. Всё есть в таких лавках. Всё самое необходимое для уютного морского отдыха. О, да, это годовой запас доширак. Вот этим питаются ммдэмсики, дети, а этим питаются взрослые и остальные млекопитающие города-курорта Анапа. Опа, Анапа, кукурузовата. Опа, Анапа, клёвая соседка. Опа, Анапа, схожу я с трапа. Опа, Анапа, кукурузовата. Опа, Анапа. На побережье очень много аттракционов. Это тир, в котором можно стрелять и попадать в мишени, чтобы потом получить мягкие игрушки. Это и плюшевые медведи, и гуси. Обнимуся. И ещё игрушка очень забавная, которая называется Капи-капи-ба-рау. Играм подвластны и взрослые, и дети. Да, это действительно аттракцион в первую очередь для взрослых. Самый главный приз это... Посмотрите, какой красивый обитатель синего цвета, и он называется Стич. Капи-бара малюсенькая, гуси, мишка на севере. Очень много мелких призов. А сейчас мы попадаем в следующую комнату аттракционов. Это комната виртуальная реальность. И здесь летом очень огромные очереди. Надо выстояться, чтобы попасть на какой-нибудь аттракцион. А сейчас цены занижены. 5 минут всего 700 рублей. И можно насладиться всевозможными играми и виртуальными игрушками. Следующий зал мы попадаем, и он называется Гонки. Гонки на необыкновенной трассе. Смотрите. Выдаётся два джойстика, очки. Садишься в удобное кресло и катаешься на машинках по всем трассам. Машинки ездят по горам, по долам. На побережье никогда скучно не бывает. Можно заняться любым отдыхом, какой вам нравится. А нам нравится отдых у моря. И мы сейчас продолжаем свою прогулочку по набережной. Как красиво! Сколько людей! Какие волны! Синее-синее море. Да, уже день подходит к концу, но светит вот яркое солнце такое. Мы вызываем лифт, и совершенно без никакой очереди, практически мы одни в лифте, спускаемся на вечернюю прогулку к морю. На вечерний заплыв водичка прогрелась за целый день. И очень-очень тепло. А это уже накупались люди, и они стоят в очереди. Вот какая длинная очередь, чтобы попасть наверх. Надо выстоять несколько минут. Пляж уже практически пустой. Отдыхающих очень мало. И можно прекрасно насладиться. Морем. Накупаться, попрыгать, побегать. Какое красивое море! Как здорово! И солнце светит уже не обжигающее, не палящее, а ласковое. Приятно. Можно полежать и понежиться на скалах. Как красиво! Какое прозрачное море! И это Анапа! Да, да, да. Это действительно Анапа, которую все так не любят. И это не Геленджик, и даже не Новороссийский. Опа! Начинаем заплыв! Сегодня у нас очень интересное задание. Мы знакомимся с морскими обитателями города Анапа. Кто же живет у нас в море? Вот это интересная загадка. Давайте окунемся и посмотрим, какие у нас живут обитатели. И не только живут, а еще и размножаются. Это морской моллюск. Очень маленькая ракушечка конусообразного, песочного цвета. Как она маскирируется. Посмотрите. Маскировка под камни. Ее совершенно невозможно найти. И очень быстро передвигается. И на суше, и в море. Вот такие у нее щупальцы. Остренькие. Она впивается в тело и цепляется за кожу. Может на вас повиснуть, если вы долго будете в воде. Так что, дети, слушайтесь маму и папу. И не находитесь долго в воде. А то придете с моря вот с такими вот моллюсками. Которые могут залезть куда угодно. И в карманчик. И на купальник. И еще в какие-нибудь интересные места. А вообще, это очень красивая ракушечка. И главное, живая ракушечка. Она питается водорослями. Мы ее с вами поймали. А сейчас встречайте нового морского обитателя. Посмотрите, какая крошка. Какой милашка. Вот это ракообразное существо называется краб. Анапский. Смотрите, какой он шустренький. Очень быстро бегает. Лапки у него маленькие, но проворненькие. И клешни есть малюсенькие. И он тоже такой цепкий. Очень быстро цепляется своими клешнями. А еще у него есть малюсенькие-малюсенькие лапочки. Буквально 2 миллиметра. Которыми он пережевывает пищу. Захватывает водоросли. И в ротик их берет. Вот, смотрите. Состоялась встреча на суше. Двух друзей. Морской краб и морской моллюск. Смотрите, как они интересно ладят на суше. Вот. А это еще один дружок. Чтобы не было нашему крабику скучно, к нему пришел еще одно существо. Ракообразное. В Анапе очень много маленьких крабиков. Они живут прямо на пирсе. Потому что там много водорослей, которые вот они маленькими-маленькими лапочками их срывают и в ротик кладут себе пищу, чтобы быть сытыми и здоровыми. Перед тем, как начать свои бега. Смотрите. Мы подготовили площадку для того, чтобы наши ракообразные в своей собственной среде обитания водные аттракционы устроили бега. Но они не хотят бегать. Они хотят бегать на суше, по камням, а в воду не лезут. Им не нравится бассейн. И мы решили в их бассейне устроить каждому раку по пирсу. Смотри, это твой пирс. Давай, цепляйся и сиди в своем пирсе. О, 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 о. Получилось! Получилось! Нет, все равно он убегает. А это твой пирс. Ну, зачем ты лезешь к ему в пирс? Мы каждому сделали... А, они решили все равно сбежать. Так, товарищи, мы вам устроили каждому по пирсу. Это твой домик. Смотри, какой симпатичный. Сиди в своем домике и наслаждаешься жизнью. Смотри, как светит солнышко. Какая водичка. Чем тебе не сидится? Это твой домик. Вот. А это твой домик. Один уже успокоился. Ему уже понравилось. Покушали и отдыхайте. Наши друзья решили поиграться. Они играются в прятки. Вот какой у него взгляд. Он смотрит, где же спрятался дружок. А этот убегает. Спрятался в домик. Ну, дружок, ищи своего друга. Подключилась моллюска. Ей эта игра тоже по нраву. Она, хотя и живет в домике, который носят с собой вместе, но все равно хочет спрятаться. Наши ребята уже наигрались. А сейчас к ним на арену приходит новая обитательница морских рифов. Это морская селедка. Узнаете? Смотрите, какая красоточка. Она живет в Анапе. И ее ловят рыбаки. Также на пирсе. Очень много рыбаков ловят рыбку. Кладут на пирс, и через полчаса уже готовая селедка, которую можно кушать. Вкусная, соленая и высушенная. Ну, нам ее стало жалко сушить. Мы ее отправили в море. Поигралась она с нашими друзьями и отправилась в морские пространства. А сейчас, смотрите, Это морской таракан. Какие у него плавни. Какой он быстрый. Вот он навел здесь. Самый победитель оказался. Как он быстро плавает. Бегать, правда, не может. И с нашего бассейна не выходит так. А рыбка его боится. Смотрите, она его боится. Крабы, крабы, крабы. Защищайте свою подружку. Нет, крабы решили убежать. Крабов не нравится таракан. Рыбка бы тоже убежала, но не может. У нее нет лапок. Тараканищик какой. Тоже убегает за ними. Ну, не может таракан бегать. У него плавни. На этом наш репортаж с тараканник бегов подходит к концу. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. И отправляемся на берег отправлять наших тараканчиков в море. И повторяю, за время просмотра ни одно ракообразное существо не пострадало. Все были выпущены в море. И рыбки, и тараканчики, и все крабики. Ну, а мы с вами по традиции были выпущены во вкусную точку. Это наша среда обитания. Здесь мы, как рыбы и крабы в воде. Это наша пища. Выбираем все, что угодно. Сегодня у нас на ужин Биг Хит Картошечка фри Еще у нас будет Булочка с кунжутом, две котлеты с луком, особый сыр, салат и огурцы. Легендарный вкус Это Биг Хит И еще одна порция Булочка с кунжутом, две котлеты с луком, особый сыр, салат и огурцы. Легендарный вкус Это Биг Хит Итак, наш заказ сформирован. Все самое вкусное добавили и сформировали чек. Осталось самое малое Оплатить. Подносим к терминалу Карту И вуаля! Наш заказ готов! Субтитры сделал DimaTorzok До свидания, дорогие подписчики! Подписывайтесь на канал Респект, Милослава! У нас продолжается отдых И мы в следующей серии покажем много всего интересного, что происходит в городе-курорте Аннапа.